Добрый день, Ольга! Отвечаю на ваш вопрос по поводу мастер-класса бесшовные принты. Как вам вычленить рапорт, как с ним работать и что для этого нужно сделать? Я так понимаю, что оба способа вы разобрали, проблем у вас не возникло. Что теперь сделать нужно, чтобы вычленить рапорт? Как вы видите, на панели образцы у вас создаются образцы узоров, которые отвечают за тот или иной непосредственно мотив, который вы создали. Вы можете заливать что-либо, то есть это могут быть самые разные заливки, сделанные при помощи первого или второго способа. Это зависит от того, как вам удобно, на какой версии вы работаете. Как теперь мне вот из этой штучки вычленить рапорт? Смотрите, если у меня что-то залито этим рапортом, либо я знаю, где он здесь находится, данный узор, его имя, могу либо выделить, чтобы я поняла, какое конкретно окошко соответствует данному рапорту. Вы его хватаете и перетягиваете на активную зону. И вот он у вас сформированный. При этом смотрите, внутри вот этой вот группы, это будет группа объектов, у вас есть прямоугольничек, который обозначает именно рапорт. И вот он и будет являться. Что можно сделать? Вы разгруппировываете. Давайте я сделаю покрупнее, чтобы это было понятно. Вот у вас группа объектов, которые образуют рапорт. Это может быть абсолютно любой. Давайте я в другую вытащу. Видите, здесь у меня есть цветной фон, поэтому данный прямоугольничек, он прокрашен цветом. Здесь у меня нет цветного фона, но все равно этот прямоугольничек имеется. И там, и там это группа объектов. Мне нужно разгруппировать, скопировать данный прямоугольничек. Рекомендую скопировать, можете не копировать. Ctrl-C, Ctrl-F. Он у нас лег поверх. Теперь выбираю все. Создать. Так, нет, он не поверх не лег. Давайте еще раз. Монтаж на передний план. Бесцветный прямоугольник лежит наверху. Выбираю все. Создать обтравочную маску. Вот у нас абсолютно четкий, идеальный рапорт вашего принта, который вы создали любым из способов. В дальнейшем, что вы с ним будете делать, это ваш вопрос. Если нужно именно как узор передавать, его нужно передавать узором. Либо вы можете сделать какую-то заливку, сохранить файл, и вместе с этой заливкой передать файл, он у вас отпечатается. Если же вам нужно подпечать. Вот он у вас создался. Вы можете, например, создать вокруг него обтравочную маску. Не обтравочную, а монтажную область. Только имейте в виду, монтажная область будет создаваться вокруг всей зоны, где есть какие-либо элементы. То есть вы четко должны вот так создать. Монтажную область. Программа вам поможет. Она автоматически будет стопорить на нужных местах. Можете приблизить. Вот. И данную монтажную область можно секспортировать. Смотрите только, чтобы там ничего за края не вылезало, чтобы все было аккуратно. Формат PNG, JPEG, TIFF. Либо сохранить отдельно. Но имейте в виду, что у нее там есть вылеты. И если вы будете ее туда применять, она должна у вас прекрасно стать тоже узором. Вот она становится узором. Здесь такой же принцип. То есть программа, когда мы при первом методе создаем, она берет прямоугольник и подкладывает его назад. Вот здесь он уже тоже у вас есть, этот прямоугольник. Он подложен. Видите, вот он бесцветный. Вот его можно вытащить на передний слой и создать отравочную маску. Вот он, рапорт. При этом, если вы вот так его выделите, нажмете вот сюда, новая цветовая группа, и зададите название. Вот они у вас, все цвета, которые использованы в данном рапорте. То есть можете прям сразу нарисовать прямоугольнички. Если вы профессионально работаете, прописать понтоны. Всего пять цветов, из которых состоит данный рапорт. Вот вы их вытаскиваете, и на каждый конкретный цвет прописываете цветовое сочетание или еще что-то. Что вам нужно. Либо из Color Card, либо из Phantom. Вот получили. Тот формат, который вам нужно сохранить, зависит от вас. Хотите, передаете заливку. Хотите, передаете только рапорт. Хотите, экспортируете. Хотите, делаете вектор. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Если у вас появятся дополнительные, пожалуйста, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok